ну вот мы улетаем из праги но улетаем не домой куда смотрите дальше этот выпуск будет много интересного всем привет дорогие друзья мы прилетели в венецию доброго венецианского утра мы платим за наш билет у нас оштрафовали за поднятие кандидата вот мы в центре тревизы мы в ресторане допина вот и все вылетаем домой ну что георгий в тревел уже в аэропорте аэропорте праги чтобы вылететь в италию ого по целой планете ты ходишь а мы короче в праге сейчас вот здесь а вот сюда летим мы вот сюда смотри какая страна как сапог мы в нее летим сапог мы зарегистрировались на рейс сейчас распечатываем билеты регистрация нас была онлайн билеты мы не распечатали поэтому сейчас печатаем билеты на изи джет и летим венецию дам летим венецию но вот мы прошли досмотр смотрим где наш выход в терминале 2 вылеты по европе огромный ассортимент магазинов кафе всевозможных и так далее если вам не хватило аутлетов праги то вы можете продолжить шопинг если вы вылетаете по европе в аэропорту терминала 2 огромный ассортимент всего что нужно если что-то не успели купить особенно пример что то есть продуктов то здесь конечно это можно сделать слегка и просто мы в чашкам duty free и здесь достаточно большой выбор как вы видите всевозможные сладости но в общем как обычно какие цены давайте посмотрим например вот такой подарочный набор а чехи как говорится с любовью стоит 195 крон то есть это грубо говоря 600 рублей то здесь много шоколада алкоголь естественно есть тортик медовик напитки вы с этим по напиткам данным можно понять какие здесь цены но с этим спрайт 165 крона сыр и пожалуйста вот вам вот здесь вот такие готовые наборы есть то есть пивоварни три бутылочки подарочный набор 365 крон вот рекомендую такой подарок привести может быть своим друзьям или детям это карандаши цветные кохинора ты известная фабрика которая производит карандаши будет классный подарок ну и насколько вы знаете что все что вы покупаете в дюти-фри магазинах дюти-фри не является багажом и вы можете взять с собой дополнительно на борт у нас время пол восьмого мы готовы к посадке что вы думаете о праге как вам был отдых в праге отлично мне очень понравилась правда мне кажется что если бы я приехала во второй раз то я бы в другом городе ну да у нас был такой интересный опыт мы побывали в праге не с точки зрения просто быть обычного туриста который пожил в гостинице походил в городе мы пожили у наших хороших друзей Вадима с Мариной и их детьми вместе в одном доме за городом то есть мы почувствовали именно ту прагу в которой живут люди обычную и соответственно покатались по разным впечатлениям и мероприятиям собственно это была наша задача нашего путешествия посмотреть те впечатления которые нестандартные не банальные но очень и очень интересные для отдыха всей семьи ну а что мы летим дальше следующий нас пункт назначения это Венеция Италия заходим в самолет смотрите этот выпуск дальше вот что здесь прикольно сделано что с детьми пропускает другой вход как мы не стояли и толпились два входа входа напрямую в самолет в общем очень это удобно вот мы уже всей семьей сидим в самолете на маршруте Чехия точнее Прага Венеция готовы взлету мы на большом самолете Airbus свеженький кстати EZJET 2015 года выпуска так что скоро отправляемся воздух и приземлиться через час в Венеции Мы взлетели Семка мы взлетели очень классно что здесь в самолете вот когда мы летели на EZJET можно детям показать кабину пилота считает очень классными даже самому было очень интересно посмотреть спокойно запустили показали ребенок счастлив пилоты тоже в общем я думаю запомнят ненадолго Мы прилетели в аэропорт Марко Поло и сейчас нам необходимо добраться до нашего отеля как мы поедем ну конечно же на общественном транспорте потому что такси здесь будет стоить не менее 100 евро в одну сторону здесь ходит достаточно развитый транспорт и есть как автобусы так и морской транспорт мы поедем на автобусе но дорогие друзья здесь все достаточно просто купить билеты очень просто смотрите здесь вот такая есть точка продаж билетов на автобус здесь же морским транспортом мы посмотрели где находится наш отель наш отель находится вот здесь на карте соответственно мы доедем на автобусе вот сюда и дальше морским путем доберемся до нашего отеля вот здесь доберемся нашего отеля все очень просто билеты продают нам сразу здесь детей у нас посчитали как бесплатно в общем и половину за двоих и едем мы платим за наши билеты вместе с автобусом и вместе с проездом морским 31 евро 31 евро это гораздо дешевле чем такси такси бы нам обошлось в 100 евро два билета на автобус номер ванга да и два билета на лодку thank you very much bye bye ну все поехали у нас будет автобус и еще корабль чтобы добраться до нашей гостиницы поехали вот так вот ну все выходим у нас все достаточно просто выходим налево объяснили третья станция на автобусе там выходим первая линия на корабль и в принципе там мы недалеко от нашего отеля прикольно интересно реально больше переживал на эту тему что как мы будем добираться достаточно казалось все просто вышли вот у нас здесь место сразу на выходе стоят надписи куда идти так что все очень просто и понятно мы уже вышли из аэропорта идем на станцию автобуса как вам сказали номер три все достаточно понятно выход вот смотрите сразу здесь написано парковка 356 автобусные станции там есть каршеринг такси но мы как говорили едем на автобусе потом морским путем вот дети мы уже подошли вот наш автобус стоит венеция экспресс вот начинается в 22.00 как видите да то есть 22.00 мы уже выйдем отсюда и поедем как погодка отличная принципе чуть-чуть потеплее чем в праге тоже наверное около градусов сейчас 12 там 15 примерно вот так вот вот наш автобус марка пола 8 евро кстати на одного человека получилось ли вы еще не разделили ну что я кладу чемоданы мы отправляемся в путь куда мы отправляемся на наш отель а потом на корабле еще плывем вот смотрите где мы едем поехали на конечный автобус а выходим и идем в порт садимся на корабль и плывем до нашего отеля вот мы вышли на автобусе вот здесь сразу здесь буквально перейти тот пять метров и здесь находится касса тоже можно купить билеты мы купили их сразу и все мы идем на лодку нам сказали налево лодка номер один так что идем туда сейчас пока темно не очень все понятно но мы уже в предвкушении вот такси стоит смотри это такси да прикольно да класс а мы идем дальше у нас там будет остановка мы заходим на остановку общественного транспорта и вот здесь подплывает будет наш корабль открыли посадку идем на маршрутку как говорится на автобус точнее на корабль что возле окошка ходить прикольно здесь ночью даже классно отплываем от еще одной остановки мне кажется самый лучший общественный транспорт как-то непередаваемо реально здание сразу на воде вот они эти лодки которые как на картинке показаны реальность на днем смотреть конечно все но очень круто мы подъезжаем здесь уже наша остановка сантанжело сейчас будем выходить и пойдем наш отель выходим все мы вышли и выходим по тропинке мы вышли на наши остановки здесь это уже добродушные люди местные нам уже помогают пройти но нам конечно помог google сразу все проложили и идем мы нашли свой отель а санта стефана вот на стерео вот он идем заселяемся я съезд здесь немножко не ожидали что у нас будет много людей с тремя детьми участвовать как раз вот переговора с менеджером сейчас совершат у нас тут есть лифт смотрите какой заходим заходим заходите маму а я поднимусь по лесенке давайте вы заходите заходите закрываемся заходим они на лифте вот странно да такое маленькое помещение есть даже лифт круто у нас очень классный номер так сейчас встречаю своих на лифте да сейчас они тут приедут так с моей семье приехал здравствуйте привет выходите вставляй карточку раз да заходим какая комната вот такой наш номер по таком стиле реально венецианском но как как вам наш номер картина здесь со старинным круто выселились наш номер венеции не буду на нас сильно кричать уже ночью спят а время уже 15 час все заселились дети осваивают территорию мы раздеваемся нам уже очень нравится вид у нас на центр города в общем днем все посмотрим ну как класс короче мы все-таки решили что нам нужен диван дополнительно вот пришел в ресепшен управляющий и что нам сделал честно сразу чувствуется отзывчивость персонала все это реально очень дружелюбно но в общем у нас висейка спит в дороге просится от расскажет ничего себе мы где вокруг вода а у мамы штаны займите по цвет комнаты и кровати всем доброго венецианского утра все проснулись набрались всего перекусить сейчас скоро отправимся на прогулку смотреть виды смотреть каналы в общем все здесь очень интересно гулять сейчас пойдем гулять мы остановились в отеле санта стефана в центре венеции и сейчас мы отправляемся с детьми всей семьей на прогулку смотреть венецию днем каналы лодочки в общем все как вы любите смотри какая узкая улица до такой улице хоть раз ходила узкой ну вот пойдем вот эти какая узенькая улица то есть такие арт-объекты находятся во двориках вот мы выходим к маленькому первому каналу смотри какая лодка красивая смотри лисейка какая лодка крутяк сколько есть классных сувенирных магазинов да лисейка много всего интересного такого скажем такое эстетически красивые всякие вещи такие продают на лучках италии продают такую вкуснятину по 5 евро каждая можно заказать любую и уж точно найдите огромные порции конечно везде красота очень классная атмосфера царит в италии первый раз первый раз это венеция и нам италия очень нравится вот на такой лодке катаются вот они лодочки венеции смотрите какая красота реально вживую это просто не передать очень круто и вот сидят гондолеры которые могут вас прокатить здесь по этим каналом сейчас мы хотим узнать сколько это стоит цена 80 евро 30 минут максимально 6 человек цена 80 евро хотите прокатиться на такой лодке здесь узкие улочки куча магазинов бутиков шанель карте это и так далее много чего интересного вот мы выходим на главную площадь венеции ого-го вот это ведончик и это некрасиво соника что это некрасиво всем это красиво вот это видишь красота так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сан-Марко Очень красивый вид, все очень классно, супер Есть одно обстоятельство не очень хорошее Мы запустили дрон, а нас поймала полиция Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Административное правонарушение Выписали нам 2000 евро штраф Реально Венеция очень крутое место Здесь очень исторически, живописно В общем, непередаваемая атмосфера царит Здесь на площади можно прям вот так покормить С руки практически голубей Короче, обязательно сюда приезжайте Здесь очень круто Царит реально крутая атмосфера А Италия это мощь, огонь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот мы нашли это здание Мы нашли это место, обзорную площадку Венеции, где можно поставить вид Сверху на Италию Здесь на четвертом этаже вход бесплатный Но нужно заранее лучше записаться на сайте Чтобы вам хватило места для посещения Время посещения всего 15 минут Не более, да? В принципе, считаю, достаточно сделать фотки Посмотреть, поднимаемся Плюс здесь торговый центр Мы поднимаемся на четвертый этаж Вау, какой крутой, огромный почти Вот здесь это Эван Павильон Интерасса Вот видите, здесь указатели Достаточно просто найти, не пропустите Заходим Мы вышли уже на обзорную площадку Вау, здесь классный вид Правда Смотри, какой классный вид Мама, это классный вид Мау, это классный вид Ты же высокая башня Мы там только что были, голубей кормили Ну что, дорогие друзья, как Вам такой вид? именно вот в этом месте находится обзорная площадка помимо обзорной площадки на крыше 15 минут на бесплатный есть огромный торговый центр собственно это и сделано для того чтобы погуляли потом пошли по магазинам по шопингу и так далее рекомендуемое место нами очень интересно много бутиков магазинов то есть вы точно что-нибудь для себя найдете а самое главное увидите этот классный вид на венецию таксон держит желата это клубничная одно шоколадное берем сами а маме какой он кирамису пробуем итальянское мороженое желата самое вкусное говорят мы ходим по магазину венеции так что на самом деле не переживайте если вы хотите что-то купить по бюджетнее здесь обычные продуктовые магазины так что все в них продается как и везде молоко йогурты колбаса сыр ну то есть все что нужно вот смотрите дети здесь дядя ремни делает сам видите всякие мешочки сам делаю иду и такое думаю то ли у меня со зрением то ли башня наклонилась и правда сзади меня башня наклонилась заметили мы снова пришли замороженным а у тебя а у тебя а у тебя что а у тебя а что у тебя шоколад а у мамы у меня згы мороженое а леоня мы выезжаем а другой город и влетаем в россию домой в москву назад туда Субтитры делал DimaTorzok Я готовы дать свое резюме по поводу Венеции, могу сказать одно, здесь очень классная атмосфера, необычно, то что вместо дорог вода, то что здесь все передвигается на кораблях, здесь реально вот эта итальянская атмосфера, классная кухня, здесь реально минимум на 2-3 дня, это как минимум, а то и больше, здесь реально есть что посмотреть, походить по улочкам, по дорогам, подняться на обзорные площадки, здесь еще можно съездить на кучу различных экскурсий, Мы, к сожалению, за это время коротко здесь не все посетили, здесь очень всего много, здесь очень много фотографов, можете заказать себе классные фотосессии в этом месте, покататься на гондолах, покататься на общественном транспорте, ну в общем много есть чего интересного, поэтому обязательно приезжайте в Венецию, мы здесь побывали и вам советуем. Ну что, смотрите наши выпуски до конца, подписывайтесь на наш канал, оставляйте лайки, не забывайте ставить свои комментарии. Так, все, дружненько выходим, идем на Санта-Личио вокзал, выдвигаемся в соседний город, оттуда будем вылетать, поэтому нам нужно извиняться и выехать. В общем, смотрите, здесь все просто, приехали и вот сразу железнодорожный вокзал, так что вы тоже можете путешествовать, как вам удобно. Все достаточно понятно, просто нет каких-то там заморочек по транспорту, все логично. Купили билеты, все достаточно просто, на всю нашу семью обошлось 15 евро, идем смотреть табло и садимся в поезд. Вот наш поезд, да, зеленый поезд, как ты хотел. Мы отправились в аэропорт Тривиза, вылетаем завтра. Сегодня еще погуляем по городу и посмотрим, что там есть. Да, да, на нашей станции. Давай, выходим. Все, мы приехали в Тривизу и поедем сейчас по городу погуляем, а завтра у нас вылетать с этого города. Вышли мы в город Тривиза, здесь, конечно, все по-другому, это не Венеция. Небольшое, видно, городишко такое. Сейчас посмотрим, куда нам пойти, прогуляться, снимем отель и поедем туда. Идем к центру Тривиза, посмотрели при подвазе, есть местечко, многие его рекомендуют, поэтому едем именно туда, точнее идем, а дальше уже посмотришь, где остановиться. На какой мы свет переходим? Актерованный. Правильно. Тривиза тоже больше нравится Тривиза, как-то по-местному. Это вот такой семейный номер, ты можешь здесь выйти, посидеть, покушать, такая веранда, здесь можно завтракать. Пойдем покажем всем наш номер, семейный, Тривиза. Вот так вот у нас тут все. Семка, пошли. Вот мы вышли на Тривиза, городок с узкими улочками, тоже весь старинный центр. Слушайте, по мне вот такие места гораздо лучше, чем самые популярные. Это мне напоминает нашу поездку во Францию, когда мы были в Париже, везде все посмотрели, а потом приехали в Гавр, и его больше заценили, прониклись им, потому что там была, ну, больше атмосферы, вот это, Франция и все остальное. Здесь похоже то же самое. Кавин, давай его на место положим. Вон там дырочка, положи там в дырочку, вон там в дырочку положи его. Да, да, да. В дырочку плоди. Отлично, молодец, супер. Вести поля, мини-Венеция. Это мельница. А они подумают, что качелька. Смешные вы. Какой, вон, лебедь белый. Класс, мельница, да? Ура. Лебедь, лебедь, далеко. Мам, у него еще крылья низкие есть. Мам, а у них там маленькие ножички. Да. Маленькие. А у него большие. Мам, это что, их мама? Это что, их такая мама? Да нет, это лебедь, это утки, они всем разные. Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. У-у-у. Порекомендовали нам пиццери вот такую до пина. Решили все-таки в наш крайний день поездки попробовать хорошие итальянские пиццы. И вот идем прямо сюда. Смотрите, как классно. Это до пина? Пино, пино, пино. А, два, три, три. Смотрите, как классно. А это просто. Морблей. Смотрите, нам принесли пиццу. Мы в ресторане до пина, который нам порекомендовали. Вот это фирменная пицца, а это с сырами. В общем, вкусненько, видимо. Мне не надо. Нет. На. На, подпись. Как лёг, 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 лёг. Мам, сколько ты ехал? Мам? Тепей, сколько? Ещё ехать много остановок. Куда мы едем? В аэропорт. Да немножко, 10 минут ехать. Ну вот и всё, вылетаем домой. Из аэропорта 3 виза. Италия. Летим. Пока, пока, гуга, звонок! Мы ещё перейдем к тебе! Субтитры сделал DimaTorzok